Саш, тренажер этот привычный? Да, то что закрытие старого зала практически каждый день. Знакомые все лица этих людей первый раз мы показывали в августе 23-го. Повод был печальный. Спортсменам с ограниченными возможностями здоровья пришлось прекратить тренировки в привычном зале. Вердикт такой, небезопасно. Подвал, еще и трубы отопления рядом. Но без тренировок они не остались. Уже сегодня Александр Ставских вновь на тренажере в светлом и просторном помещении. Помогли администрация города и Минспорта. Ну пока только плюсы. То есть удобнее подъезжать. Если там не приходилось спускаться в подвал, то здесь пандус зашел сразу на первый этаж. Тренажеры все те же, но появились раздевалки. Приспособленные для инвалидов душевые сделали косметический ремонт на выделенные городом средства. Правда, этих работ недостаточно. Все же 380 квадратов. Заниматься в помещении бывшего детского садика в самом центре Барнаула можно по-прежнему бесплатно. За 100 рублей ежемесячных членских взносов. Сумму, возможно, придется немного поднять. Коммуналка будет съедать практически все. Мы рассчитываем по предварительным таким наброскам. Это где-то порядка 40 тысяч рублей. Хватать будет вот этих взносов? Или где вы планируете брать? Это, безусловно, работа со спонсорами, безусловно, работа с партнерами, членские взносы. Максимально возможные привлечения из всех источников. Игоря Казанцева на посту руководителя инваспорта сменил многим известный Вячеслав Кайгородов. Говорит, сил и желания достаточно, чтобы сделать новое место по-настоящему притягательным. Здесь уже можно заниматься не только на тренажерах. Есть два теннисных стола. Все необходимое для игры боча. Планируется расширить тренерский состав, который в том числе будет заниматься с детьми-инвалидами. Раньше в подвале их почти не было. Опасно. Здесь битло, да? Здесь много воздуха. Видим, потолки очень высокие. Открываются форточки везде. Как тренеру и спортсмену вам здесь чего бы еще хотелось, чтобы появилось, и чего здесь сейчас все-таки пока нет? Ну, разминочной зоны нет нормальной. Все забито тренажерами, нужно разминочную зону. Ну, мы организуем, я думаю, современно. Ремонт, конечно, необходим. Давайте будем говорить честно, что здесь необходимо вложение. Года три, а то и больше понадобится на то, чтобы все планы спортсменов, тренеров и руководства клуба реализовать. Но они не жалуются. Наоборот. Мне хочется, чтобы в инваспорте появился, скажем так, серебряный фитнес. Мы хотим привлечь людей пожилого возраста, для того, чтобы они занимались физической культурой, фитнесом. Скорее всего, вот сейчас в качестве задумки, мне хочется, чтобы появился веселый фитнес для детей. Не все люди быстро и легко адаптируются к новому. Но я думаю, что будет по-другому, но по-другому не значит плохо. По-другому значит лучше. Пока зал работает в так называемом лайт-формате, три раза в неделю. Чуть позже загрузка поменяется. Партнерские отношения с администрацией города и Минспорта планируют сохранить. Но любая другая помощь тоже не помешает. Ведь многие тренажеры клуба уже требуют замены. Татьяна Голубева, Алексей Фризин. День с толком.